Дима Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три Приподнимите мне Повыше бегуночек, пожалуйста, я вас плохо слышу Раз, два, три, четыре Еще приподнимите, пожалуйста Что ей сказать? Ничего, и она и так все слышит Мне нужен выше звук Если это максимум, то это плохо, это мало Хочу еще У меня максимум стоит, это мало было, то, что он говорил Мне нужно посчитать там Хочу, чтобы мне там сказали Я переживаю, что не будет звука Субтитры сделал DimaTorzok 777, 778, отлично Я слышу, можно погромче, старая я и глухая Жаба, я старая Дорогие друзья, добрый вечер Еще раз представлюсь, меня зовут Гала Я продюсер публичной программы Института Стрелка Мне немного волнительно Представляю сегодняшнюю лекцию Потому что по сути сегодняшней лекции Мы начинаем целую серию мероприятий Которые для нас в новинку Потому что Стрелка решила разобраться И вникнуть поглуже В среду дизайна как такового В среду графического дизайна И соответственно Этой зимой мы подумали о том, что Здорово было бы сделать серию таких мероприятий И разобраться в этом с нашими зрителями И стали советоваться с самыми классными Надеюсь, я никого не вижу И они нам советовали прекрасных, замечательных спикеров И эта программа, эта серия мероприятий Будет включать воркшопы и лекции Мирко Барше Основатель собственной студии Барше Бюро Майкла Рока Основатель студии 24 Его воркшоп будет на этих выходных Мы всех приглашаем И лекция в воскресенье И в августе к нам приедет Эйки Керник Основатель студии Хорт А Мирко, я хочу сказать Что наша директора Назвала бюро Барше Самым перспективным молодым бюро Европы Ее мнение для нас авторитетно Будет очень классная презентация Сейчас, не хочу вас задерживать Но хочу сказать быстро важную информацию Еще очень много классных дизайнеров Здесь и сейчас И дело в том, что в нашу онлайн школу Городских предпринимателей Вектор Мы ищем джуниор дизайнера Если у вас есть кандидатура Или среди вас есть кандидатура Пожалуйста, отправляйте свое режиме На Вектор Собака Стрелка.ком С пометкой джуниор дизайнера Что это такое? Мирко Барше, приятная лекция Верно, будет сейчас очень круто Мирко Барше, welcome Добрый день Добрый день Очень рад быть сегодня среди вас здесь Я бы хотел начать с самого начала Для начала, я надеюсь, сейчас появится на экране мои слайды Практически всегда Практически любая лекция Всегда начинается с того, что что-то не срабатывает Ну мне кажется, что что-то появилось, но, к сожалению, не в полноэкранном режиме Меня зовут Мирко Барше, я из Мюника Это очень маленькая городка в Германии Это все равно, что... Наверное, даже меньше, чем внутренняя часть садового кольца города Я надеюсь, моя презентация сейчас уже откроется Ну, то есть Достаточно чистый, достаточно зеленый городок Очень дружелюбные люди И очень много дизайнеров живут и работают там Ну, в том числе и я Но я просто здесь болтаю о чем-нибудь, пока начнется моя презентация, как вы понимаете Ну что ж, а теперь начнем Итак, это логотип нашей компании Достаточно маленький логотип Бюро Барше Ну, с чего же мы начнем? Для начала хочу показать вам Буквально одноминутное видео Это тот проект, которым мы занимались последние два месяца в нашей студии Итак, все началось в 2007 году 2007 год После того, как я много лет работал на разные компании, был их сотрудником Наконец, я решил стать фрилансером, графическим дизайнером И, собственно, один из моих интернеров сказал, что Все, я ухожу с работы Я сказал, что я собираюсь быть фрилансером Работать на разные журналы, на разные студии И вот, собственно, первая площадка Первая моя студия, которая находилась в Мюнхине Как видите, это небольшой деревянный домик Можно сказать, избушка Итак, наши работы начинались в 2007 году именно там И сейчас я покажу вам несколько видео Сегодня я несколько видео покажу Итак, следующий видео отрыв Потому что так же, как и первый Он был сделан еще тогда И вы сейчас увидите разницу в этой работе То есть, вначале, конечно, не все получалось И вы сразу поймете Вы сразу поймете, в чем разница ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь я вас слышу, да. Ну что ж, отлично. Большое спасибо. У меня два вопроса. Ну, первый вопрос такой. Скажите, что было самым сложным, когда вы только начинали, когда вы только открыли свою студию как фрилансер? И мой второй вопрос. Когда вы чувствуете, что вы вот застряли, уперлись лбом в стену и все, есть ли у вас какое-то, может быть, упражнение или что-то, что помогает вам выбраться из этой тупиковой ситуации для того, чтобы продвинуться вперед? Еще раз первый вопрос повторите, я уже успела его забыть. Скажите, когда вы начинали, когда вы только открыли вашу студию как фрилансер, скажите, что было самым сложным для вас в самом начале вашего пути как фрилансер? Ну, на самом деле, никаких трудностей у меня не было, потому что я совершенно студию не собирался организовывать. Ну, я начал как фрилансер, понимаете, был я и был мой бывший студент, и все. И мы вот просто взяли несколько проектов и начинали как фрилансер, и завершили спокойно, и это дальше, потом уже разрослось в студию. Это до сих пор не выглядит как бюро, понимаете? И второй вопрос какой? Я опять его забыл. Ну-ка, дайте угадаю, дайте угадаю ваш второй вопрос. Когда я застреваю? О, нет, нет, нет. Ну, что ж, да, такое бывает. Вы видите, The Site – это еженедельная газета, еженедельный журнал. Понимаете, я являюсь креативным директором и того и другого, поэтому действительно, это серьезная, значимая газета в Германии. И нужно делать еженедельно, еженедельно. Естественно, я упоминал до этого и The Deutsche Zeitung, это действительно очень известный журнал, на котором мы работали до этого в чтении четырех лет. До этого еще был один журнал, также, который был еженедельный. Понимаете, если вы работаете еженедельным журналом или еженедневной газетой, понимаете, вы не можете застрять. Вы не можете, вы должны двигаться всегда. Вы должны что-то делать. Невозможно, вы просто не можете себе этого позволить. Поэтому самое лучшее – это даже не думать о том, что вы застряли. Да, просто не замечать. Работать и все, понимаете? Потому что иногда, вот очень многие мои друзья, коллеги, они говорят, о, боже мой, ребята, кажется, они застряли, кажется, они застряли, да? Они не могут застрять, говорю, я, понимаешь, они должны все время двигаться, потому что вы должны работать, вы должны зарабатывать, понимаете? Вы должны крутиться, бить хвостом, грести лапами, понимаете? Потому что чем дольше вы занимаетесь этой работой, чем более уверены вы в том, что вы делаете, то вас это не должно беспокоить, понимаете? Понимаете, что беспокоит людей? Вот, допустим, в графическом дизайне люди обычно переживают относительно какой-то новой идеи, понимаете. Вот, допустим, есть разные две тысячи типов лица, есть, может быть, линия, центральная линия, красная линия, синяя линия, по центру, сбоку, понимаете, две с половиной тысячи миллионов в вариантах фотографов и иллюстраторов, из которых нужно выбрать. Ну, понимаете, ну, нужно принять решение, нужно принять решение. И на самом деле вы не застреваете, если вы принимаете решения для себя и принимаете их быстро. Вот и все. И это, собственно, первое я показал вам. Вот сегодня идеи, да, должны быть простые идеи. Это помогает, действительно, простые идеи очень помогают. Потому что иногда, вот, например, вторая идея, как правило, оказывается лучше, чем первая, но она может быть более сложная. Но вы знаете, вот эти сложные идеи, поверьте, их сложно доносить, с ними сложно коммуницировать. Но простые идеи, простые вещи, они помогают, понимаете. Ну, как правило, вы чувствуете себя уже в определенной безопасности и можете переработать, еще раз переделать, и тогда у вас остается время для того, чтобы закончить и сделать еще что-нибудь, пока не наступил дедлайн, пока не нужно сдавать проект. Я ответил на ваш вопрос. Я ответил на ваш вопрос. Есть ли еще вопросы, замечания, комментарии? Пожалуйста, микрофон. Да вы кричите громче, предлагает Мирка, но на самом деле это не поможет. Добрый день. Да, наконец, микрофон заработал. Мне было интересно узнать. Вот сейчас у вас, наверное, очень много проектов, потому что вы сейчас очень хорошо известны. Ну, расскажите нам что-нибудь о вашем опыте, когда вы только начинали работать фрилансером. Скажите, как вы первых своих клиентов находили, как вы новые идеи предлагали, да, как вы привлекали людей, люди сами приходили к вам, находили вас, или, может быть, вы, так сказать, давали объявление. Возможно, кто-то вас знал лично или приходил через кого-то, да, потому что, вот, допустим, вы говорили, мне нужен графический дизайнер, кто-то рассказывал кому-то и так далее. Как все происходило? Понимаете, не надо делать так, как делал я, понимаете, потому что на самом деле я давал рекламу 8 лет до этого, понимаете, занимался рекламой. А до этого еще возглавлял маркетинга, понимаете, то есть я выполнял всю ту работу, где нужно обязательно что-то вычеркивать, что-то делать бесплатно, то есть два года, так сказать, я вот занимался этим как минимум. Да, остальные 6 лет, когда я занимался рекламой, я вообще не занимался графическим дизайном, да, я просто предлагал концепцию для рекламного агентства, и все, и дальше они ее продвигали и прорабатывали. Но в конечном итоге я почувствовал, понимаете, в Германии, в Германии есть очень известное рекламное агентство, я был там креативным директором, на тот момент я был достаточно молод для своей должности, и люди меня знали, знали хорошо, и затем я начал работать с журналами. Первый журнал, который я взял, это после изведущей ци, это был журнал Young, но я делал это так, как я считал, потому что я считал, ой, я супер известный рекламщик, мне сейчас будет очень просто заниматься этим журналом, я могу делать графические вещи, я буду развлекаться, наслаждаться и так далее, понимаете. На самом деле вышло фигово, фигово. Первые полгода это, наверное, был самый плохой журнал в мире, самый плохой журнал в мире из-за меня, все шло плохо, 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 но, наконец, я, так сказать, нашел свою стезю, улучшился, понимаете. С чем важно признаться себе? Понимаете, это как авторское право, практически как авторское право на журнал. То есть, когда людям нравится, они видят ваше имя, они видят ваше имя, видят импринт. И, так сказать, в конце уже не было такой проблемы, поэтому меня уже знали, и поэтому, понимаете, до сих пор, пока я разговариваю с клиентами и говорю, что я был креативным директором в D-Cite, Германия это очень много знает, понимаете. Это, конечно, не было Сиага, не Найки, понимаете, они просто пришли через блоги, через веб-страничку и так далее. Конечно, это тоже очень важно, присутствовать в соцсетях, представлять себя, чтобы, так сказать, вас знали и иметь действительно хорошую веб-страничку, это важно. Я ответил на ваш вопрос. Спасибо, спасибо. Вот в журналах, с которыми вы работали, там было очень много интересных фотоподборок. Скажите, пожалуйста, вы также работали по подбору, мы, может быть, взаимодействовали с фотографами, или все-таки вы считаете, что лучше работать с материалом, который клиент вам дает? Как происходит это? Ну, я думаю, что, что отвечает нашу работу, потому что я показал все вот эти прекрасные иллюстрации, работы, которые у нас есть в нашем офисе, это то же самое и с фотографами, и с иллюстраторами, примерно та же самая история, да. Мы делаем полностью весь арт-директоршип, то есть графический дизайн, потому что он может сделать что-то, но в конечном итоге, понимаете, ваше сердце чувствует, что лучше, фотографии или иллюстрации, потому что все движется очень быстро, потому что большинство людей, они даже не понимают разницу между футурой, гильветикой или артиан, понимаете, для них это одно и то же, понимаете, ну, тип шрифта и все, понимаете. Нет, это очень важно. Ну, и в конечном итоге, язык фотографий в журнале и тот проект, который вы делаете, это супер важно. И это моя основная работа, как работать с фотографами, те, которые снимают фильмы, делают иллюстрации, я работаю как арт-директор. То есть, понимаете, все, что вы видели, все, что вы видели, это компрессированная форма наших проектов, понимаете, здесь не искали специально иллюстрации, это, понимаете, мы просили их предоставить без концепции, но с нашими идеями. Да. Все, еще есть вопросы, пожалуйста. Вы все еще сидите, значит, вы что-то ждете, пожалуйста. Добрый вечер. Да, я здесь. У меня тоже есть вопрос. Вы можете задать вопрос по-русски, тогда я одену вот такой наушничек на ухо. Итак, ваши проекты очень успешны сейчас. Скажите, когда вы выполняете дизайн в рамках данных проектов, как вы думаете, вы чувствуете, для кого это делается? Вы знаете, кто таргетный клиент, да, целевой клиент. И чувствуете ли вы, что будет реально потом? Ну, скажите по-русски, я надеюсь, для меня переседут. How do you understand later on? What would be relevant? What would be relevant? What would be the best as it is chosen? How do you understand what is relevant? What is on top wave for target audience? А, теперь я понял ваш вопрос. Ну, понимаете, можно проводить маркетинговые исследования, много говорить с людьми, с таргетными аудиториями, исследовать, но на самом деле можно оказаться совсем нерелевантно. Понимаете, вот какой-то маркетинг, да, это ваше сердце, это ваше понимание, это ваши чувства. И в конечном итоге, вам нужен переводчик, нет? Вам нужно? Может быть, у вас есть какие-то методы? Как понять, как понять, да, что релевантно? Нет, в Германии мы это называем коммуникационным дизайном, я не знаю, как это называют в России. Да, мы называем это не графическим дизайном, мы называем это коммуникационным дизайном. Понимаете, а коммуницировать с людьми, это просто вы идете на улицы и общаетесь с ними, говорите, 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 по-другому никак. Это действительно очень важно для нашей работы, релевантно, общаться, говорить со всеми и с каждым, для того, чтобы понять, не просто смеяться над людьми, нет, действительно попытаться их понять, и способность почувствовать потребность, задачу, и как это потом транслировать в вашу графическую лингву, в ваш графический словарь, вот так. И на самом деле это крайне специфично, да, вы не меняете себя, нет, нет, потому что если вы меняете себя каждый раз, это будет скучно, это будет даже скучно этим людям, понимаете? Нет, себя вы не меняете, вы аутентичны, вы оригинальны, такой, как вы есть. Большое спасибо. Добрый день, добрый день. Я тоже хотел задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы находите деньги на все эти проекты, на все эти интересные идеи и истории? Потому что я знаю, некоторые из ваших проектов, допустим, для Ваварской государственной оперы, некоторые книги, да, они совершенно сумасшедшие, невероятные, да. Допустим, Юрген Теллорс, Фоторзер, разные иллюстраторы с вами работали, понимаете? Они же работают за достаточно серьезные гонорары, понимаете? И у вас проводятся выставки, выставки деревянных домиков, я знаю, вы их потом разрушаете машиной и просто едете на них бульдозером и все, крушите, понимаете? Откуда это все? Как вы можете себе это позволить? Мой вопрос в этом, да. Как это все работает? Ну, должен сказать следующее. Все эти работы для Баварской оперы, для симфонического оркестра, для театра Лия, ну, нужно сказать, что они маловато нам платят. У нас, увы, бюджеты ограничены в этих проектах. И то же самое для художников. Но вы знаете художников уже долго, долгое время, понимаете? И у нас есть другие коммерческие проекты, которые лучше оплачиваются. То есть, с одной стороны, допустим, я знаю Юргена, я знаю его уже лет, наверное, 15, да? То есть, он помогает нам во многом, да? То есть, иногда вам, как художнику, не нужны деньги, понимаете? Вам нужен хороший продукт, хороший результат в конце. То есть, это всегда такой баланс. То есть, я чувствую, что не могу я это сделать. Иногда это не зарабатывает. И тогда вы берете кого-то еще, приглашаете, кто действительно заинтересован в этом проекте, больше заинтересован, понимаете? То есть, до сих пор, до сих пор, с ограниченными бюджетами, поверьте мне, нам приходится просить их помогать нам в наших проектах, привлекать их как-то. Но, понимаете, вы сами это знаете. Ну, допустим, вы ведете куда-то девушку, да? Иногда с первого момента вы чувствуете, что все пошло хорошо. А иногда, увы, нет, вы чувствуете, что свидание не задалось. И то же самое и здесь, понимаете? Иногда вы что-то делаете, вы говорите, о, мне супер нравится, это супер креативно. И вы понимаете, что вы здесь не зарабатываете. А другие люди говорят, нет, 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 здесь это не пойдет и так далее. То есть, это опять же, действительно, очень большая работа. Большая работа. Мы исследуем людей, общаемся, коммуницируем, понимаете? Иногда это разваливается. Вы, да, находит что-то еще, понимаете? Должны начинать с самого начала и так далее. И вот та история с деревянными домиками, да, мы это делали с архитекторами из Тио Мюнхена. Это архитектор из Тио. Это технический университет Мюнхена. Тио, технический университет Мюнхена, аббревиатура. И они сделали эти домики из какого-то мусора, понимаете, деревянного мусора. То есть, собрали вот эти вот деревянные домики. Мы сделали это как маленькое выставочное пространство и так далее. А затем был один парень, который хотел избавиться от своей машины. Ну, просто она ему надоела, понимаете, да? Ну, вот сумасшедший, да. Но в конечном итоге оказалось, что это Мерседес Бенс, он хотел его разбить. Ну, и мы его разбили. Вот так и было. Отличный был хэппинг. Отличный хэппинг. Я думаю, что один раз в жизни можно себя позволить. Большое спасибо. Я здесь, я здесь. Меня не видно, не слышно. Здравствуйте. Большое спасибо за вашу лекцию. Хочу задать вопрос. Не могли бы вы дать какие-нибудь рекомендации или советы молодым дизайнерам? Ну, может быть, какие-то интересные подсказки, которые могут оказаться значимыми, важными. И мы должны всегда помнить, как правило, когда мы что-то делаем или над чем-то работаем. Понимаете? Ну, я не знаю, как у вас здесь работают университеты в России, чему они вас учат. Но в Германии учат не всегда хорошо. Поэтому иногда нужно забыть. Забыть все то, что вам говорили эти профессора, эти ютеры, да? И просто начать с самого начала, с чистого листа, да? Для того, чтобы понять, а зачем я вообще этим занимаюсь? Вот и все. Понимаете, вот молодые люди, сидящие между вами здесь, да? Они до сих пор борются, да? Они должны понять, чем же я хочу заниматься. Рекламой, графическим дизайном, или, может быть, делать приложения или веб-странички. Я хочу всем заниматься, всем, всем, ооо, если вы хотите заниматься всем, то вам не хватит одной жизни, понимаете? Понимаете, в конечном итоге, для начала, вам нужно понять, что вам действительно нравится, что вам нравится, что вы предпочитаете, что радует вас, понимаете? И как только вы начинаете все это делать, тогда вы это делаете. Потому что 10 лет, 8 лет я был в рекламе, потом достался я этой рекламы, начал иллюстрировать, начал рисовать, понимаете? То есть совершенно другая история. И я, на самом деле, долго шел к графическому дизайну. И я сам создал себя и свою работу, потому что в конечном итоге я начал ненавидеть то, что я делал раньше. Но когда я начинал работать в офисе, опять все это начиналось с начала, понимаете, я подумал, о боже, каковы же корни того, почему же я все-таки начал этим заниматься, откуда все это произошло. Ну и сейчас я понимаю, что это интересно, это игра, понимаете, это мои корни, это мои желания, потому что иногда люди хотят быть хорошо организованными и говорят, о боже, мне нужна более организованная работа. Понимаете, мне нравится играть, допустим, веб-страницы рисовать, да, или, допустим, строить что-то, или там рекламу делать и так далее, понимаете, важно понять, не думайте о деньгах, не думайте о деньгах с самого начала, потому что это вы будете делать всю вашу жизнь, понимаете, и скучная часть нашей работы заключается в том, что вы сидите, сидите перед компьютером весь день, 24 часа, 7 день в день, понимаете, 80% вашей жизни вы сидите и смотрите в экран, вот, и если вам это не нравится, то не делайте этого, понимаете, делайте то, что вам нравится, это самое главное. Спасибо. у нас еще была девушка сзади пожалуйста пожалуйста добрый день здрасьте здрасьте я хочу попросить вас дать совет для стартапа для начинающего графического дизайнера может быть универсальный совет дайте универсальный совет универсальное правило вот просто с глубины вашего сердца пожалуйста поделитесь кажется я застрял найдите хорошего студента понимаете если есть где-то кто-то кем вы восхищаетесь чьи работы вам нравится попытайтесь общаться попытайтесь коммуницировать потому что иногда выполняете работу проходите через какие-то трудности смотрите на разные варианты графического дизайна что-то вам нравится что-то не нравится иногда иногда вот допустим какая-то студия или какой-то один человек или какой-то парень или девушка да вот вы можете научиться у этих людей я думаю больше всего вы научитесь у них потому что вы научитесь либо тому что не работает и вы поймете что так делать не надо но другой стороны вы можете для себя уяснить как же он все-таки работает и многому научиться я думаю это самое главное найдите идеал исследуйте ему вот так спасибо ну что ж меня слышно добрый вечер большое спасибо за вашу презентацию у меня тоже есть вопрос вы сказали что вам нравится напечатанные журналы вам нравится вам нравится print вам нравится распечатанные вещи чтобы их можно было касаться чувствовать нюхать и так далее как вы считаете вот распечатанные продукты может быть они скоро исчезнут вообще потому что в россии например количество печатных журналов уменьшается и уменьшается достаточно быстро это так везде понимаете так везде я думаю что это единая глобальная тенденция да печатные журналы снижаются в своем количестве да что-то умирает что-то не возвращается что-то переходит в цифровой формат но сейчас сейчас у нас наверно столько журналов года не было столько раньше да понимаете сейчас журналов-то много но столько много мусора понимаете вот если вы посмотрите в интернет посмотрите что там есть больше большая часть вообще не интересно вообще не интересно почему потому что люди говорят о мне нужен еще один женский журнал потому что там уже так много рекламы нет нужно что-нибудь другое надо как-то по-другому Допустим, там будут 100 лучших стрижек для лета О-о, понимаете? Да это уже было, в 50-е годы Но с другой стороны, вы видите, что есть очень много новых независимых журналов в мире Которые на самом деле раньше не существовали Потому что когда я начинал работать в графическом дизайне Был журнал Face, был журнал ID и так далее Это были независимые журналы А сейчас, даже в Барселоне, более 15 действительно очень хороших независимых журналов Понимаете? Если это так пойдет, то это никогда не умрет Понимаете? Никогда всегда будет кто-то, будет заинтересован Кто будет печатать, кто будет покупать, читать и так далее Понимаете? Ну, как и большие издальские дома Люди тоже должны понятие научиться Что есть определенный рынок Но невозможно сделать все только посредством маркетинга И все, да? И если не обращать внимания на читателя, на потребителя, на клиента Понимаете? Это делают большинство журналов Они просто не обращают внимания на своего читателя Они не слушают мнения Они считают, что это О, это большие блондинки с жирными сиськами Понимаете? Только они считают эти журналы Только сиськи, сиськи, сиськи у них мелькают в глазах И больше ничего, понимаете? Но поверьте, это совсем не так Потому что, понимаете? Вам, как главному редактору, это может и нравиться Но поверьте И вы думаете Вот в этом-то и есть разница Между 60-ми, 70-ми, 80-ми Теми журналами, которые появлялись в самом начале Где люди действительно хотели выпускать журналы Высказывать свое мнение Свои идеи Понимаете? И они имели представление Как должен выглядеть журнал? Ну что ж, у меня еще два вопроса Еще два вопроса? Да, еще два вопроса Ну что, давайте последовательно А то я опять забуду Где вы черпаете вдохновение? В книгах? В музыке? Что вы рекомендуете? Где можно черпать вдохновение? На что обратить внимание? На картины? На музыку? Может быть, на йогу? Или на какие-то другие вещи? Понимаете, большая часть вдохновения Приходит как раз не из графического дизайна Это искусство, это архитектура, это промышленный дизайн Но лучшее вдохновение Я черпаю на улицах, понимаете? Все то, что я вижу вокруг Все то, что вокруг вас, окружает вас Потому что В конечном итоге Большинство наших проектов Это для людей, которые живут Живут рядом с нами И нужно понять их Те идеи, что им нравится Что они любят и так далее Как вот сегодня в Москве Я здесь никогда не был Вот сегодняшний день Я вижу вот такой день Для меня это совершенно особенный день Просто праздник Поэтому я, так сказать, увидел 10-20 интересных идей для дизайна Без всякой топографии Какие-то стройки Улицы, цвета, звуки Это самое важное Освободитесь от этого давления Выйдите на улицу и впитывайте Есть ли еще вопрос? Второй вопрос у вас есть? Что, вы теперь будете вдохновляться Москвой? Да, буду Но попытался один раз приехать Но визу не дали Вот так Представляете, один раз попытался На самом деле, пять недель нам делали визу сюда Да, вот так вот То есть, на самом деле, приехать в Россию не так-то просто Но я здесь, я здесь, мне повезло А это уже много Спасибо Добрый вечер Здравствуйте Большое спасибо за вашу презентацию У меня вопрос о музыке, которая была в ваших видео Такая потрясающая музыка Скажите, вы сами ее писали или вы ее откуда-то брали? Нет, в первом видео, которое я показал в самом начале Это было хип-хоп, это был танк-лайнк и так далее Микс, да, это был просто микс различных треков Второе видео Это специальный Специальный человек написал для нас Потому что в Баварской опере Вот когда мы выполняли постеры и весь проект В Баварской опере, понимаете, у них действительно большая проблема Не знаю, как в России, на самом деле, но в Европе Основная проблема для классической музыки заключается в том, что аудитория стареет, стареет и стареет Молодежь, увы, почти ее не слушает, понимаете И это был молодой студент, ему было 15 лет И, так сказать, он увидел эти прекрасные постеры И затем вдруг он увидел что-то маленькое цифрами Однажды принес какую-то запись Да, ему было 16 Да, он, так сказать, это был школьный проект был 16 лет ему было Он делал это в свободное время, в течение двух недель, понимаете На каникулах что-то такое, да Придумывал просто для развлечения И, кроме того, он занимался на тот момент программированием треков И поэтому на данный момент сейчас он практически всю музыку, все треки для нас делает Микаток, да, вы можете кугли найти его имя Микаток, Микаток Спасибо Еще есть вопросы? Да, конечно Здравствуйте, я здесь Здравствуйте О, я вас увидел Простите, простите У нас очень много участников Добрый вечер Большое спасибо, большое спасибо Не могли бы вы рассказать, пожалуйста, о ваших стипендиях, о ваших программах для студентов Ну, что такое стипендия? Ну, это практически Мы работаем с вами, как с обычным графическим дизайнером Но вы получаете небольшие проекты Вот, например, журнал Super Paper Вы это делаете, допустим, со мной Небольшой проект, только вы и я Да, то есть у нас структура такая У нас есть четыре профессиональных дизайнера Которые работают по каждому проекту со мной, да И кроме того, у них есть интерны или студенты, которые помогают им в рамках этих проектов Как, допустим, что-то организуют, помогают с дизайном и так далее, и так далее Выполняют задания и поручения Но, так сказать, здесь это более независимое То есть это меньшего размера Компании, клиенты, они делают только я Они, как, допустим, в Super Paper, вы это видели Или в Platform, вы видели проект Platform, эти желтые постеры, да, и так далее Вот таким образом выглядит наша студенческая программа То есть это не обязательно то, что вы ходите на почту и варите кофе Нет, нет, это серьезная работа по дизайну Но с клиентами небольшого размера То есть не крупномасштабными, не глобальными клиентами Добрый вечер, добрый вечер Большое спасибо, что приехали в Россию, в Москву Большое спасибо за очень интересную презентацию У меня следующий вопрос Расскажите, как вы работаете с клиентами Вот вы сегодня говорили, что вы достаточно долго выбирали в одном из проектов обложку для журнала Да, да, да Скажите, а есть ли у вас примеры, может быть, какие-то интересные случаи, когда вы настаивали на своем решении и убеждали клиента в том, что вы прави? Расскажите нам, пожалуйста, какую-нибудь историю Сейчас нужно настоять, нужно их переубедить, нужно переубедить клиента Допустим, клиент что-то не понимает или понимает неправильное и так далее Знаете что? Я это начал делать уже пять лет назад Раньше я злобствовал на своих клиентов Орал на них С ума сходил, понимаете? О, боже, они меня не понимают, не понимают, кричал я А сейчас, я полностью, примерно пять лет назад, я изменил свою стратегию Потому что это занимает столько нервов Уносит ваше здоровье, понимаете? Вы стареете на глазах У вас, так сказать, теряются нервные клетки, волосы теряются Вы стареете, да, понимаете? Вы не можете спать, это ужасный стресс и так далее Поэтому пять лет назад я принял решение Жесткое решение для себя Если клиент говорит, что ему это не нравится Все, я говорю, хорошо, отлично Я не меняю его чуть-чуть, допустим Маленькое изменение Нет, нет, если клиент говорит, что мне не нравится То я абсолютно переворачиваю новую страницу и начинаю с нуля Если клиент говорит, что мне это не нравится вот так Я хочу поменять вот так Это уже больше не моя идея Поэтому мы делаем что-то совершенно другое В следующий раз уже, как бы Это как бы другая совершенно попытка Как вы видели, да, вот с Фейденом, да В конечном итоге Да, мы так больше не работаем Вот так Но иногда это действительно помогает Вот такое отношение Потому что когда клиент вам говорит, допустим Не с самого начала, что им это нравится Ну, вот нравится немножко вроде Ну, вот можно чуть-чуть улучшить Нет, тут кажется, не очень, понимаете Ну, вот если у нас, так сказать, черный парень, блондинка Как-то несерьезно, она смеется, да То есть, понимаете То есть, вы понимаете, что вы не на одной волне Что вы, так сказать, не рядом Что вы не вместе Поэтому То есть, здесь есть две возможности Либо оставить клиента Либо начать все опять с нуля С чистого листа Переделать Пересмотрев что-то То есть, предложить что-то другое Поэтому мы работаем С каждым клиентом очень тесно Рука об руку практически Да, мы проводим дебрифинг Обсуждаем, коммуницируем Сначала они должны донести до нас Ну, во-первых, мы не занимаемся никаким дизайном Буквально первые две недели мы только говорим Говорим, говорим, говорим Мы показываем разные вещи Говорим, говорим Пытаемся их понять Понять в каком направлении Что они хотят Куда двигаться Какую идею развивать нужно Понимаете И только потом Мы уже понимаем Что все-таки мы будем работать Или не будем работать А если мы остаемся вместе И начинаем работать То, понимаете Это опять же Как шутку рассказать Понимаете Каждый расскажет шутку по-разному Понимаете Но все равно Одна и та же шутка Один и тот же анекдот Поэтому мы Настаим на том Чтобы мы рассказали шутку Так, как мы ее рассказываем Вот так, пожалуй Но здесь нет борьбы с клиентом Нет, потому что Если клиент не смеется Нашей шуткой То мы с ними работаем Ну, скорее В частной жизни, да Вы, как правило, боретесь С вашим партнером Но не с клиентом Нет, не с клиентом Только по деньгам Можно еще пободаться Ну что ж Кажется, вопросов больше нет? Большое спасибо Большое спасибо за ваше участие А, есть еще один вопрос Простите, простите Добрый вечер Большое спасибо Большое спасибо за вашу презентацию Да, пожалуйста Скажите, а вы сериалы смотрите? Чего смотрю? Телевизионные шоу Мультики А, телевизионные шоу А ваше любимое какое? Сейчас какое? У нас был один французский Хороший сериальчик Но он закончился уже Ходящие мертвецы Ходящие мертвецы Мне очень нравится Да, нравился Но скучновато как-то стало Ходящие мертвецы Ничего Фага Первый и второй сезон Да, прекрасно Фага Первый и второй сезон Бэтакл Сэлл Бэтакл Сэлл? Не, не, мне не нравится Не, не, не Нет, не для меня Да, конечно же Брейкин Бэд Это да Это да Бэтакл Сэлл Бэтакл Сэлл Бэтакл Сэлл Бэтакл Сэлл Бэтакл Сэлл Ага Рожден, чтобы умереть Отлично Отлично Это почти как фарго Понимаете, да? Ну вот Что-нибудь еще? Может быть, хотите, чтобы я музыку вам насвистел, любимую? А мультики? Мультики вы смотрите? Мультики смотрите? Нет Мультики не смотрю Нет времени Извините Не смотрю я мультики Да, даже как-то и времени не было А, мультики! Да, мне нравится Губка Боб Губка Боб, деревянные штаны Это мой герой навеки Да, Губка Боб Губка Боб Это наше все Ну и, естественно, все со свинками Свинки, Пеппе и все остальные Да, все эти 3D-варианты 3D-свинки, да У меня двое детей, понимаете Мне приходится, да, как профессиональному папе смотреть Свинок, свинок Аплодисменты